Владимир Сутеев. Это что за птица? Жил-был гусь. Был он очень глупый и завистливый. И всем гусь завидовал, со всеми ссорился, на всех шипел. Все качали головой и говорили «Ну и гусь». Как-то раз увидел гусь на пруду лебедя. Понравилась гусю длинная лебединая шея. «Вот», — подумал гусь, — «мне бы такую шею». И просит лебедя «давай меняться». «Тебе моя шея, мне твоя», — подумал лебедь и согласился. Поменялись. Пошел гусь длинной лебединой шеей. Не знает, что с ней делать. То так повернет, то этак вытянет, то колесом свернет. Все неудобно. Увидел его пеликан и стал смеяться. «Ты, — говорит, — не гусь, не лебедь. Ха-ха-ха». Обиделся гусь. Хотел зашипеть и вдруг увидел. У пеликана клюв с большим мешком. «Вот бы мне такой клюв с мешком», — подумал гусь. И говорит пеликану «Давай меняться». «Тебе мой красный нос, а мне твой клюв с мешком». Посмеялся пеликан, но согласился. Поменялись. Понравилось гусю меняться. Журавлем гусь ногами поменялся. За свои лапчатые получил тонкие журавлинные. У вороны свои большие крылья на ее маленькие черные выменял. Долго гусь уговаривал о павлина переменить его яркий хвост на свою закорочку. Уговорил. А добрый петух подарил гусю свой гребешок, бородку, а заодно и кукареку. Стал гусь ни на кого не похож. Идет гусь на журавлинных ногах, вороньими крыльями бестолку машет, лебединой шеей во все стороны крутит. Навстречу ему стадо гусей. «Га-га-га! Это что за птица?» – удивились гуси. «Я гусь!» – крикнул гусь. Захлопал вороньими крыльями, вытянул лебединую шею и гарпнул во все пеликанья горло. «Кукареку! Я лучше всех!» «Но если ты гусь, идем с нами!» – сказали гуси. Пошли гуси на лужок, и гусь с ними. Все гуси траву щиплют, а гусь только клюв с большим мешком хлопает. Не может траву щипать. Пошли гуси на пруд купаться, и гусь с ними. Все гуси в пруду плавают, а гусь по берегу бегает. Журавлинные ноги плавать не позволяют. Смеются гуси. «Га-га-га!» – да он им. «Кукареку!» Вышли гуси на берег. «А тут откуда ни возьмись, лиса!» Загокотали гуси и полетели. Один гусь остался. Вороньи крылья его поднять не могут. Побежал он на журавлинных ногах, да в камышах павлиним хвостом запутался. Тут охватила его лиса за длинную лебединую шею и понесла. Увидели это гуси, налетели на лису и давая ее щипать со всех сторон. Бросила лиса гуся и убежала. «Спасибо, гуси! Спасли вы меня!» – сказал гусь. «Теперь я знаю, что мне сделать!» Пошел гусь к лебедю и отдал ему длинную шею. Пеликану вернул клюв с большим мешком, Журавлю тонкие ноги, вороне черные крылья, Павлину яркий хвост веером, А доброму петуху гребешок бородку, А заодно и кукареку. И стал гусь как гусь, Только умный и независтливый. Вот вам сказка про гуся, вот она и вся. Продолжение следует...